Осень – время игр интеллектуальных. В Ульяновском профессионально-политехническом колледже провели первенство по русским шашкам. В нем участвовали подростки, студенты техникумов, училищ и колледжей. Более 30 команд сегодня участвуют. Каждая команда представлена четырьмя игроками. Как минимум один из игроков – это девушка. Турнир проходит очень интересно, в упорной борьбе. И я думаю, что мы сделаем этот турнир традиционным. Руководители Федерации шашек и Минпросвещения вместе работали над организацией чемпионата. Затея удалась, считает директор департамента профессионального образования Талгат Хайруддинов. Многие наши колледжи, техникумы откликнулись, привезли свои команды. И мы видим интерес среди наших студентов. Ребята из села Рязаново Меликесского района научились игре в шашки на внеклассных занятиях. Студенты быстро втянулись в простую, но интересную игру. У нас сегодня есть победа и поражение. Без поражения никуда. Победу мы добились в третьем этапе. Выиграли команду с крупным счетом. Каждый этап насыщенный по-своему. То есть первый этап у нас самый легкий, он тренировочный. А уже самый тяжелый будет седьмой этап. Напомним, в мире наиболее распространены два типа этой игры. Русские и международные шашки представляют собой две различные разновидности. В каждой свои особенности и правила. В русские играют на доске 8 на 8 клеток и допускают захват фигур противника. В то время как международные разыгрываются на доске 10 на 10 клеток. Без захвата чужих позиций. Здесь приятно видеть, что я здесь уже походил, посмотрел. Многие участники разбираются в игре. Это не просто какие-то дилетанты. А действительно делают правильные ходы. Некоторые проводят комбинации. Спустя несколько часов оживленных игр стали известны победители. Третье место взяли ребята из техникума Олимпийского резерва. Второе – студенты Димитровградского технического колледжа. А триумфаторами стали ученики техникума железнодорожного транспорта. Примерно через три недели региональная федерация шашек проведет первенство среди лучших игроков.